Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я видео снимаю не одна, а вместе с Татьяной из Италии. Ссылочку на канал Татьяны и на её видео вы найдёте в инфобоксе. Как ещё можно характеризовать это видео? Ну, что-то из Уалта Диснея. Красавица и чудовище. Татьяна действительно потрясающе красивая. Ну, а это я. Да. Прошу любить и жаловать. Меня зовут Ольга Швец. Итак, топ-5 ароматов на лето. Субтитры добавил DimaTorzok Пятое место нашего хит-парада открывает китайский фейк в форме флаконов от Герлен Митсуко. Или Митсука. Правильно по-японски будет Митсуко. Без ударений. Кстати, насчёт Японии тоже обращайтесь на мой канал. Я в курсе некоторых произношений. Так вот, это химическая малина летняя для вечера. Сходить в магазин, посидеть в скверике, погулять с собачкой. В общем, такой простой, ненавязчивый. Очень-очень-очень приятный. Но это реально просто композиция, которая является, по сути, химической малиной. Итак, поехали дальше. Четвёртым номером в нашем хит-параде Лави Эбель. Лави Эбель я владею совсем недавно. И если сейчас я буду говорить про потрясающую тягучую сладость, кто-то может сказать, боже-боже, там нет сладости. Для этого нужно зайти на сайт Фрагрантика. Ссылочку я тоже оставлю в инфобоксе внизу. И понять вообще, сколько существует Лави Эбель. Их там чуть ли не 15. Они все разные. Фланкеры, классика. В общем, если вы пока не в теме, советую познакомиться с тем, который будет к вам ближе всего. А мы пошли на третье место нашего хит-парада. Третье место в нашем топ-5 занимает заезженная, надоевшая, но такая прекрасная и приятная императрица. Чует мое сердце, что в меня опять полетят тапочки, но уж скажу, как есть. В целом аромат милый и окей для повседневной носки. Я думаю, в любое время года. Сегодня до меня наконец-то дошло, чем он пахнет. Он в общем и целом своей композицией пахнет домашним вином. Такая вот деревня-деревня, не в плохом понимании. Наоборот, милый, чистый, уютный домик, распахнутые окна. За ними поля солнца светит, белая скатерть, столовое вино, разлитое по бокалам, и ваза с перезревшими фруктами. Вот это и будет императрица. Итальянцы называют своих любимых женщин принчи Песса. А это императрица. Императрица сердца, а не титул. Я неоднократно слышала отзывы, что типа для штучек в поисках мужчин. Мужчины на него клюют. Да, мужчин всегда прельщает покой и домашний уют. Но это не секс и стервы, как в рекламе. Это такой месседж в пространство. У меня уютно, я не грязнуля, у меня вкусно, уютно, мило, и мозг я не сверлю. В общем, кому как ни парочки дольче габана знать, что прельщает настоящих мужчин. Но у них получилось. А что, получилось же. Аромат приятный, популярный и нравится мужчинам. Чтобы поддерживать стойкость, рекомендуется носить Аклевант в косметичке. И у меня такой и есть. Второе место в моем хит-параде ароматов на лето занимает Noa Summer 2012 от Качарель. Я не дружу вот с этой брызгалкой. Ну, скажите мне, пожалуйста, кто с ней дружит? И вообще, как с ней можно дружить? По факту, в итоге, она вообще треснула, и парфюм начал сочиться через верх. Можно, конечно, было все списать на то, что у меня давление пальцев в несколько атмосфер, как челюсти у Больферьера или у Акулы. Вспомнила, что схватила полноразмер в 90-х, нежно подружившись с миниатюркой классической. Тоже с полноразмером любви не случилось. Именно из-за специфического дизайна поливеризатора. Получилось ни то, ни сё. Крышка неполноценная и брызгалка ущербная. Сейчас можно, конечно, списать на то, что я леди стронг, и руки у меня накачаны не маленькой собакой, и визажистским кейсом килограмм 30. Но в 90-е у меня не было ни кейса 30 килограмм, ни собаки 35 килограмм, но брызгалка все равно вышла из строя. Все это минусы. Это люблю. Страшно взять с собой, потому что можно эту пимпочку потерять, и будешь потом как лиса вокруг кушина кружиться. Но сегодня от желания разобрать. Я научилась делать сетлеванты прогресс, классическая, более прохладная и спокойная. А это более позитивная. С собой буду носить косметички и ловить теплые деньки, потому что вчера у нас было плюс 3. Сибирь рулит. Кстати, что классическое, но что это. Обе прекрасные, обе хорошие, если вы... Итак, первое место в нашем хит-параде ароматов занимает арт-мозаик от Масаки Мацушима. 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 Хе-хе-хе. Не знаю, как это произнести, но уж не Мацушима точно. Мацушима. Мацушима. Среднее между сейши. Итак, поехали. Прочитав все комментарии на фрагрантике, я подумала, какие 5 копеек я смогу вставить в данную тему. И если меня спросят про безусловного фаворита лета 15-го года, я скажу. Они. Появились в первый раз в виде пробника. Пробничек у них, знаете, такой угу-гу 10 мл с шариком, что делает их невероятно экономными. За лето под настроение ушла примерно треть. Я обожаю манго, а этот аромат из серии манго всегда с тобой. То, что этот аромат не очень популярен, делает их желанными, в первую очередь потому, что я понимаю, что подделывают только коммерчески успешные ароматы. Поэтому пользоваться ими вдвойне, тройне, петерне и так далее приятно. Потому что понимая, что это родное, это первозданное, однозначно буду брать еще и однозначно возьму полный размер, что я, собственно, и сделала. Использование этих духов дает позитив, вкуснятину, настраивая только на положительные эмоции. Ни один из тех, кому я предлагала затестить этой духи из пробника, не сказал, что это плохо. Один неплохой и нехороший отзыв был от девушки, знающей толк парфюмерии. Она сказала, пахнет едой. Я ответила, манго. И она сказала, неважно, но очень захотелось фруктов. Аромат с витамином С, солнце, музыка в плейере, отдых, легкость, аромат из серии, пошли все в баню, я богиня. Правда-правда, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, проходите на канал Татьяны. Танечка, большое, огромное тебе спасибо за сотрудничество. Всех с наступающим летом и даже наступившим следом, которое бьет по голове теплом, солнцем, светом и, конечно же, чудесными ароматами. Добро пожаловать на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok